Привет, красотка! И сегодня мы, наконец-то, заденем тему подростковой кожи, особенности ухода за такой кожей. Я, если честно, немножечко так оттягивала эту тему, оттягивала этот момент, потому что это серьезная тема, это такая, знаете, масштабная и очень важная. А самое главное, что я тот человек, который на самом деле не перенес на себе все вот эти вот тяготы и проблемы проблемной... проблемы проблемной кожи. В общем, в подростковом возрасте у меня не было как таковых явных проблем с кожей. Были другие проблемы, но именно с кожей проблем не было. Поэтому мне особенно было тяжело подготовиться к теме этого видео, но я собрала материал, я спрашивала людей с проблемной кожей, я облазила кучу статей, книг и подготовила для вас такое вот видео. Почему я вообще решила, что это необходимо затронуть такую тему на моем канале? Да потому что, как минимум, от вас просто невероятное количество запросов. Наверное, это 50% всех вопросов, всех просьб снять вот на какую-то тему видео. Это проблемная кожа, как определить мой тип кожи, чем мне пользоваться, мне там, допустим, 15-16 лет, можно ли мне краситься, и я понимаю, что нужно снять что-то такое вот всеобъемлющее, затрагивающее всю эту тему. Поэтому, надеюсь, видео будет вам полезно, запасайтесь водичкой, поехали! Давайте для начала определим, что же такое подростковая кожа, почему ее нужно выделить как отдельный тип. У всех мальчиков и девочек примерно с 12-13 лет до 17-18, у некоторых дольше, происходит гормональная перестройка всего организма. Это нормальное явление, с этим сталкиваются все. Эта гормональная перестройка отражается на всех органах, тканях, в том числе и, конечно же, на коже. Но просто мы это так сильно явно замечаем, потому что кожа, она у всех на виду, это то, что замечаешь ты, когда смотришь на себя в зеркале. Поэтому, собственно, изменения на коже, это то, что в первую очередь замечают и сами подростки, и их окружение, и их родители и так далее. Что особенного в подростковой коже, в чем вот заключается ее проблематика, в подростковый период значительно повышается активность сальных желез. То есть, кожные покровы лица и грудной клетки покрываются избыточным количеством жира, на них появляется такой характерный сальный блеск. И в это же время увеличивается склонность к закупорке выводных протоков этих сальных желез. То есть, обученными словами, мало того, что сальные железы и так работают очень активно, их еще и количество увеличилось. Так ко всему к этому закупориваются их выводные протоки. Из-за этого образовываются множественные комедоны, наши любимые черные точки. Нередко это приводит к развитию угревой болезни. И, к превеликому сожалению, несмотря на то, что с этим борется и с этим сталкивается все мировое сообщество, до сих пор нет единого какого-то средства, которое избавит вас от прощей раз и навсегда. Более того, это вполне нормальный период для подростковой кожи, поэтому его просто нужно пережить. То есть, нужно понимать, что если ты с ним столкнулся, это не означает, что ты какой-то особенный. Это вполне нормально, но опять же не означает, что с ним не нужно никак справляться, никак бороться даже и никаких мер не предпринимать. Как раз таки нет. Правильным уходом, правильной гигиеной, правильными средствами даже можно добиться облегчения вот этого состояния. Просто понимая, что сейчас с тобой происходит, тебе становится уже как бы легче, ты уже понимаешь, с чем мы имеем дело. Отлично, поехали дальше. Перед уходом и выбором косметических средств нужно понимать, какой у тебя тип кожи. Сухая кожа достаточно тонкая, нежная, с матовым оттенком и мелкими, почти незаметными порами. Салоотделение снижено. Под влиянием холода, ветра или солнечных лучей на ней легко появляются раздражение и красноватые пятна. Нередко могут возникать шелушения. Кожа может казаться стянутой, особенно после умывания. Жирная кожа является полной противоположностью сухой. Она обусловлена чрезмерной функцией сальных желез. Это проявляется характерным избыточным сальным блеском по всему лицу, расширенными кожными порами. Нормальная. Встречается достаточно редко. Она матовая, нормальной плотности и с едва заметными порами в центральных отделах лица. Почти всегда свежая и чистая, с розоватым оттенком, отсутствием черных точек и ощущение стягивания после умывания. А ее поверхность гладкая и без видимых участков шелушения. Состояние кожной поверхности не изменяется под влиянием изменения погодных условий. Смешанная или комбинированная. Это наиболее распространенный тип кожи. В области лба, носа, подбородка локализируется наибольшее количество сальных желез. В этих местах наибольшая пористость и жирность. Вся эта зона вместе с лбом и носом образует так называемую Т-зону. Относящуюся к преимущественно жирной. А в височных и щечных областях кожный покров тонкий и ровный. Сухой. Поры почти незаметны. Итак, если вы уже без труда смогли определить свой тип кожи по описанию, то круто. Отлично. Это уже полдела сделано. Теперь выбор косметических средств. Выбор программы ухода за вашей кожей будет скорректирован в вашу сторону. И подходить именно вам. Если вы до сих пор сомневаетесь и немного не уверены, к какому типу себя все-таки отнести, можно провести такой тест дома. Для этого нужно просто умыться с утра каким-нибудь очень таким мягким очищающим средством, может быть пенкой или гелем. Умыться, промокнуть лицо сухим полотенцем и не трогать кожу, ничего не наносить, просто оставить ее в таком состоянии. И через 2 часа после умывания мы берем тонкий-тонкий слой бумажного полотенца или салфетки и прикладываем к своему лицу. Просто вот таким вот образом, чтобы отпечатать и место лба, и место носа, и подбородка, и немножечко еще задеть. И проверяем по количеству оставшихся жирных пятен на салфетке тип нашей кожи. Если пятен вообще не осталось, просто салфетка как будто бы сухая, ничего с ней не произошло, то тип вашей кожи сухой. Если остались незначительно жирные пятна, но тем не менее остались именно в Т-зоне, то есть это лоб, нос, подбородок, но такие незначительные пятнышки, это нормальный тип кожи. Если пятна в этих же зонах, но более интенсивные, то это комбинированный тип кожи. И если же на бумаге у вас отпечаталась не только Т-зона, но еще и область щек, то есть достаточно много жирных пятен, примерно 5 больших жирных пятен на салфетке, то это жирный тип кожи. Отлично, двигаемся дальше, можно немного передохнуть, выпить водички, мне кажется, я уже выпила весь стакан. И вот запомним свой тип кожи, и именно исходя из него мы выбираем средства для нашего ухода, для нашего макияжа. А я сейчас расскажу о необходимых этапах для любой кожи, которые нельзя пропускать, но какие именно это будут средства, например, пенка или гель, это уже в зависимости от вашего типа кожи. Я не буду сейчас каждому говорить, какие нужны средства, я буду говорить именно об этапах. Первый этап – очищение. Если мы говорим об утре, то есть вы просто утром проснулись, у вас чистая кожа, относительно чистая, конечно, потому что за ночь наша кожа очень хорошо поработала, и вот эти все остатки переработки у нас остались на лице. Не нужно думать, что кожа наша очень чистая, но я имею в виду, что она без макияжа. Будет достаточно очищающего средства, гелия или пенки, опять же, в зависимости от типа вашей кожи. И на этом же этапе можно произвести эксфолиацию кожи, то есть легкий пилинг. Почему я говорю на этом же этапе? Потому что я это делаю, например, каждый день с помощью щеточки Форео. Мало того, что она помогает еще лучше работать вот этому средству очищающему, которое я использую, нежели я просто бы руками наносила. Так еще и вот эти маленькие щетиночки делают очень щадящий пилинг лица, но здесь огромное внимание. Если у вас супер проблемная кожа, прыщ на прыще, покраснение, явно выражено, что кожа не в порядке, то есть постоянная инфекция какая-то на лице есть, не нужен нам пилинг, это вообще строго-настрого. Никакой скраб, который вот этими частичками еще больше разнесет все эти инфекции по вашему лицу. Но, в принципе, щеточка Форео подходит для любого типа кожи. Единственным исключением, опять же, я говорю, являются вот эти вот очень явные покраснения, явное инфицирование кожи, когда ее нужно только лечить и желательно вообще лишний раз не трогать. А в других случаях можно и нужно делать пилинг. После такого легкого пилинга щеточкой еще и макияж ложится лучше. С утра можно не так активно прям проходиться, щеточкой можно просто один-два круга, так сказать, а вот вечером в очищении у меня так активненько. Так вот, переходим как раз-таки к вечернему очищению. Вечернее очищение будет как минимум многоэтапное, потому что сначала нам нужно снять хорошо макияж. И здесь уже будет тоже зависеть от вашего типа кожи, чем вы будете именно смывать, что лучше будет вымывать косметику из ваших пор. У меня это мицеллярная вода от Нивея, я трачу столько ватных дисков, сколько мне нужно, пока он не будет белоснежным, вот прям до конца. Никогда не пропускайте этот этап, этап демакияжа, ни в коем случае. И тут нужно запомнить важный момент, что демакияж это не равно очищению кожи. Поэтому после мицеллярки вечером мы также берем наше очищающее средство, пенка или гель у вас как хотите. И я опять же его использую вместе с щеточкой Форео, так намного эффективнее. Я активно особенно прохожусь по вот этой зоне, где у меня черные точки и эффект прям вот супер. Итак, мы избавились от косметики, мы избавились от очищающего средства с помощью умывания. И наша кожа немножечко начинает чувствовать себя плохо из-за воды, из-за воды, которая течет из-под крана. Нужно восстановить уровень pH на нашем лице, с этим справляется тоник. Поэтому тонизирование, девочки, мы не пропускаем, иначе ни дальнейший крем, ни дальнейшей сыворотки, ничего вообще не будет так эффективно, как оно может быть эффективно. Тонизируем лицо, даем ему немножечко впитаться тонику. Он избавляет от остатков воды. И затем момент увлажнения. Увлажнение нужно всем. Неважно, даже если у вас жирная кожа, казалось бы, ты и так прикасаешься, и она увлажнена. Изнутри это не то увлажнение, о котором мы говорим. Абсолютно любому типу кожи нужно увлажнение. И я рекомендую, кстати, крема использовать вместе с сыворотками. То есть сыворотка, она позволяет донести, так сказать, крем намного более эффективно, нежели крем бы сам работал. Поэтому между тоником и кремом я наношу еще сыворотку. И уже последним этапом наносим наш крем для лица, девочки. Кажется, что это никогда не закончится. Эти многоэтапные процедуры. Но, девочки, что поделать, если мы хотим красивую, здоровую кожу, то нужно немножечко попотеть вечером и немножечко попотеть с утра. И мы переходим к следующему этапу, к макияжу на подростковой коже. Макияж на подростковой коже это, в принципе, явление нормальное, разрешенное, разрешимое. Потому что многие у меня спрашивают, Саша, мне 15 лет, мне можно уже краситься? Я не говорю с точки зрения того, как рано нужно начинать краситься. Мне вообще, как бы, это без разницы. Это вы решаете сами, со своими родителями, наверное. Я говорю именно о проблемной коже и макияже на проблемной коже. Потому что, если мы будем говорить про брови, про ресницы, это вообще без разницы. Можете хоть как их красить. Никак это на коже не отразится особенно. Но все то, что вы покрываете на лицо, оно прямым образом воздействует на кожу. Закупоривает поры или не закупоривает поры, в зависимости от вашего средства. Важным моментом очень в выборе средства для кожи, а именно тонального средства, именно пудры, будет то, что они должны, вот эти средства, быть именно для проблемной кожи. Не во всех марках, далеко не во всех марках присутствуют такие продукты. То есть, обычно мы можем видеть для, там, жирной кожи, для сухой кожи. Но нужно подбирать, девочки, именно для проблемной кожи. Именно маскирующие карандаши для проблемной кожи. Если вы хотите, конечно, вообще замаскировать. Потому что это очень часто такой вопрос. Вот у тебя все эти покраснения, вот у тебя высыпание. Ты хочешь сделать тон лица немного ровнее хотя бы. И как повлияет вот это средство, которое ты нанесешь, да, сверху на всю твою кожу. Либо это только усугубит, и фактически вы только хуже себе сделали. Либо можно что-то придумать. Так вот, все-таки можно что-то придумывать. Подбирать средства, именно подходящие для проблемной кожи. Благо мы живем в 21 веке, у нас есть интернет. Мы можем загуглить, какие средства есть. Мы можем пойти в магазин, в аптеки и подобрать средства. Это могут быть какие-то маскирующие карандаши, минеральные пудры. Которые будут помимо того, что немножечко маскировать и выравнивать тон. Так еще и хотя бы не сильно вредить вашей коже. Ну что, как вам лекция, как вам информация? Ну не думайте, что это все, не стоит расслабляться. Просто есть время, чтобы попить водички. У меня тут совсем немножечко осталось. Мы поговорили с вами уже о коже. Определили, как определить тип кожи. Как должны проходить все этапы ухода. Поговорили о демакияже. Поговорили о макияже. И сейчас просто такой, знаете, набор лайфхаков и советов для всех, у кого подростковая кожа, у кого проблемная кожа. Я не я, если я не буду говорить о каких-то внутренних моментах. Даже если мы говорим о внешних моментах. Главное, блин, не опять заговориться на 20 минут и не сделать из этого видео уже другое видео. Девочки, я хочу вам сказать, что если вы с этим столкнулись, с этой темой проблемной кожи, если вы каждый день видите себя в зеркале и вам не нравится то, что вы видите на себе, у вас красные какие-то точки, пятна, комедоны, прыщи. И это не проходит, это только раздражает. Вы понимаете, что это гормональные изменения и вы подросток. Очень легко в этот момент сломаться, очень легко получить кучу, кучу, кучу комплексов внутри себя. Закрыться от мира, возненавидеть вообще всех и вся, почему это случилось именно со мной. И я прекрасно понимаю, что это сделать легче всего. Нужна на самом деле очень большая сила, чтобы закрыть вообще глаза на то, что у тебя происходит на лице. Не слушать людей, которые, не дай бог, еще как-то упрекают или смеются над вами. Потому что запомните, что это самые глупые люди, потому что они осуждают вас за то, что вы не выбрали иметь. Вы не выбрали иметь эти прыщи, вы просто оказались таким человеком, у которого вот так вот играют гормоны. Оскорблять за какие-то внешние данные, это, по-моему, показатель просто отсутствия ума. И вам нужно быть умнее, вам нужно не сломаться, вам нужно прокачивать себя именно изнутри и понимать, что это когда-то закончится. Это очень важно осознавать, что это не навсегда с тобой, что когда-то все-таки этому придет конец. И, скорее всего, если вы будете выполнять вот советы из моего видео, вообще как-то бороться с этим осознанно, да, то, скорее всего, вы с этим справитесь намного быстрее и, может быть, не так болезненно, как это было бы, если бы вы просто закрылись от всего, возненавидели себя, мазали себя тоналкой каждый день, еще больше возбуждали бы эти прыщи. Вот. Это такой мой первый совет. Я уверена, что вы у меня умнички и справитесь. А дальше уже реально пойдут просто лайфхаки, без всякой философии. Не трогайте, девочки, свое лицо. Чем чаще вы трогаете свое лицо, тем больше вы на него приносите грязи. Мы трогаем своими руками телефон, мы трогаем вот ручку, я не знаю, мы трогаем экран чего-нибудь. И это все приносим на свое лицо. Следующий момент. После умывания пользуйтесь, пожалуйста, не полотенцем, который еще висит и вся семья им пользуется, в котором уже бактерий больше, чем, не знаю, а бумажным полотенцем. То есть вытирать лицо нужно. Просто промокнуть бумажным полотенцем и выкинуть его, это намного лучше, чем заносить бактерии, которые в полотенце копятся. Следующий момент, который нужно запомнить и вот так вот себе на лбу, наверное, прикрепить, закрепить, прибить. Не выдавливать ничего, даже если это очень сильно захочется. По-моему, все уже об этом говорят, но все все равно это делают. Даже когда мне очень хочется выдавить прыщ, он прямо, знаете, вот ну созрел, он реально готов, и я чувствую, что я ему помогу и себе тоже. Нет, не надо. Это настолько уже доказанный момент, что как бы вы чисто это не сделали, как бы вы стерильно постарались бы там все не произвести, нет. Это все равно провоцирует еще большее появление других прыщей. Никак не наоборот. Следующий момент, это пить больше чистой воды. И вообще, все, что касается питания, это такой спорный на самом деле вопрос. Многие говорят, что питание никак не зависит, не влияет на состояние вашей кожи. Многие замечают прям, что они съели шоколадку, и у них сразу же прыщи, высыпания и что-нибудь еще чешется. Кто-то реагирует на молочные продукты, но я не буду задевать эту тему глубоко. Я не диетолог, я не разбиралась в этом прям вот так вот, знаете, чтобы вам сейчас советовать, делай, не делай. Это слишком ответственно, но что я точно хочу сказать, пейте больше воды, и не пейте вы всякие эти газировки, соки пакетированные. Я раньше реально думала, что вот эти соки, типа добрый сок там я, что-то еще, это сок. Вот серьезно, я раньше пила и думала, что я себе, своему организму делаю хорошо, и в школе на перемене я покупала сок, а не газировку, и думала, что я молодец. Ну, может быть, конечно, сок добрый все-таки получше, чем кока-кола, но лучше воды чистой, обычной, простой воды, самой дешевой, между прочим, нет ничего. И вот как я сейчас люблю воду, как я чувствую, что только от нее можно вообще утолить жажду, только ею, точнее, можно утолить жажду. И уже года три, если не больше, наверное, не пью всякие газировки, соки вот эти пакетированные, лучше водичку. Следующий момент, это менять наволочку чаще, чем мы это делаем. Обычно мы это делаем не так часто, но если у вас проблемная кожа, то наволочку нужно менять примерно раз в три дня. То есть, допустим, спать три дня на одной стороне, потом перевернуть, поспать еще три дня, потом поменять наволочку вообще. Потому что, представляете, это то место, которым вы трогаете свою кожу, точнее, на которое ложится ваша кожа. Она еще и более того чистая, то есть мы умылись, сделали вот эти все процедурки, ложимся, а там все эти бактерии, и они такие, привет. Следующий лайфхак не лайфхак, но вы должны знать, и я обязана об этом сказать, что все вредные привычки провоцируют прыщи. Алкоголь, курение и чистая, красивая, здоровая кожа, это несовместимые понятия. И последний момент, если вы наблюдаете прыщи, не просто типа пять прыщиков в месяц вылезли, они вас особо сильно не беспокоят. Ну да, было бы прикольно, если бы их не было, но ничего, в принципе, страшного нет. Но если у вас действительно прыщ на прыще, ничего, казалось бы, не помогает, черные точки, это не уходит со временем вообще. Это девочке плохо, это плохо и для вас, и для вашего же состояния, и даже если вы подросток, и да, как бы гормональные изменения, все такое, все равно нужно решать этот вопрос с косметологом, с дерматологом, сдавать анализы и лечиться. Потому что это болезнь, это нельзя уже вот моими обычными такими общими лайфхаками или советами какими-то решить, это именно отдельный случай. И с вами должен говорить отдельно, именно по вашей ситуации, по вашему случаю врач, рекомендовать средства по уходу, именно которые вам подходят, рекомендовать какие-то препараты, медикаменты. Потому что я в своем видео, конечно же, не смогу в жизни кому-то посоветовать что-то вот так вот типа, а ты помажьте вот этим кремом, все пройдет. Это очень большая ответственность, и пожалуйста, тоже не слушайте и просеивайте через сито всю информацию, которую вам говорят в интернете, которую вы видите на каких-то сайтах, которые блогеры говорят. Поэтому я и стараюсь в своих видео собирать какие-то общие моменты, то есть вам точно не навредит, если вы будете меньше трогать свое лицо руками. Вам точно не навредит, если вы не будете пить и курить, да, то есть поэтому я не советую намажьтесь кого-то этим, отличное народное средство. Так что, девочки, не экспериментируем, сами дома самолечением не занимаемся, если прямо уже видно, что надо что-то делать, надо решать, идем к врачу и решаем с ним вместе. У меня разрядилась полностью камера, на самом деле никогда такого не было, что она полностью от максимума до минимума разрядилась. И я, если честно, тоже сама разрядилась, потому что тема действительно сложная. Я попыталась вам все по полочкам, все хорошенечко рассказать. Очень надеюсь, что информация вам была полезна, что видео помогло хоть одной красотке. Я вас очень сильно люблю, улыбайтесь чаще. Скоро увидимся. Пока-пока. Продолжение следует...